Ну, поскольку я расскажу о Зое, одноклассник, который мне очень понравился, и на этой встрече, к сожалению, наверное, не было больше, кроме меня, никого из нашей делегации, это вот нарушение регулирования, но поскольку я клиницист, мне очень важно было посмотреть, что же послушать, что же нового происходит в этой группе заболеваний, вообще, что нового хотят вам сказать. Вообще, надо сказать о том, что, безусловно, все начиналось с того, что эта группа заболеваний была описана не так давно, вот я родилась, да, и вот только заболевания первым пациентам написали, и первые работы по их литературе о том, что белки, когда синтезируются, помимо того, что они существуют и могут сами по себе работать, некоторым белкам очень необходимо соединяться с сахарами, гликозилироваться таким образом, и соединяясь с сахарами, и при этом процессе гликозилирования могут происходить различные нарушения, и они могут приводить, в свою очередь, к серьезным заболеваниям, поскольку не гликозилированные, они не активны, и не работают эти белки. И большинство ферментов нуждаются в этом процессе гликозилирования, которое, вот, собственно, происходит, картинка страшная, на мой взгляд, просто ужас, происходит в эндоглазматическом литературе и в аппарате Гольджи. Ну, вот здесь, конечно, первое описание автора 1965-1980 год, и, собственно, тут нам рассказывали о том, как же происходит гликозилирование, и где, на каких этапах может произойти нарушение. В общем, это все очень непросто, но очень важно о том, что стали искать подходы к лечению. Гликозилирование классификации, да, сейчас очень сложное, в том, что больше уже 30 генов известных, которые вызывают заболевания нарушения гликозилирования, и теперь по новой классификации болезнь называется, исходя из гена, который имеет дефект, то есть, например, вот, по заболеванию, так называется, СЛЦ-35С1, то есть, если в томатации в каком гене приводит заболевание, и, собственно, по новой классификации, так эти нарушения и классифицированы. И предложили новые подходы к лечению, например, в одном из достаточно частой форме нарушения гликозилирования, вот, условно мутации в этом гене, использовали фукозу, это то есть сахар, и показали, что, ну, вот, описание этого заболевания, это серьезно-неврологическая симптоматика, это рецидивные заболевания, с задержкой развития, с необычным фенотипом, с кровотечениями могут быть, и показали, что применение фукозу этих пациентов достаточно имеет хороший эффект, в частности, в отношении судорог, в отношении судорог, то есть, происходила компенсация, достигая ремиссии, при применении вот сахара у пациентов с данной патологией. В отношении задержки тоже был некий такой положительный эффект, и в отношении генеологических нарушений тоже. Показали, что использование галактозы очень эффективно при другом нарушении биоэпиделирования, обусловлено мутации LCC-35A2, вот, дозировки, предполагаю, которые используют для лечения этих пациентов, и тоже показали, что достаточно хороший эффект у этих пациентов они видят, то есть, использовали галактозу, казалось бы. А также говорили о том, что галактоза также характерна для гипотелирования вот одного из частой формы, вызванного мутации гения ПГМ1, клиническое описание вот этого синдрома, который характеризуется гипобликемией, гиперинсулинизмом, необычными расщелинами, кровоточивостью, кардиомиопатии, и тоже использовали галактозу, и она тоже была очень эффективна. Вот графики, можно статьи почитать, с 19-го года статья о том, что действительно это работает. Как трансплантация печени, как тоже один из подходов лечения нарушения гликозелирования, вот, предлагался, и, но вот, менее эффективен в некоторых случаях, только вот, в 17-м году тоже, извините, заслайд, там не очень четкий, при некоторых заболеваниях, нарушение гликозелирования, он может быть крайне эффективен. Вот, наверное, собственно, все. А вот еще один вариант, который предлагаю, который ранее считался не как нарушение гликозелирования, а вот сейчас, заболевания, имеющие проявление ткглентной дисплазии, вносят в группу нарушения гликозелирования. Надо сказать, что сейчас, каждым годом, все больше и больше, раньше была классификация, там, нарушение гликозелирования типа 1, типа 1А, 1В, и уже есть М, Т, и уже алфавита не хватает. Сейчас, конечно, новая классификация позволяет гораздо проще к этому относиться, и вот это заболевание еще одно, тоже считают сейчас нарушением гликозелирования. Ну, собственно, что я хотела сказать, про гликозелирование, которое я услышала, то есть, если... Тоже всех приглашается очень лучше. Так, кому-то...